МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте еще раз, Александр Инковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Вы смотрите программу «Что происходит в нашей студии?» Дмитрий Лаусь, политолог. Здравствуйте, Дмитрий. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, что сегодня вступил запрет на пролет российским авиакомпаниям в украинском воздушном пространстве. Точнее, он вступит в силу завтра, 26 ноября. Но решение о запрете было обусловлено в частности систематическими нарушениями правил полетов и порядка использования воздушного пространства Украины со стороны российских авиаперевозчиков, имея целью предупредить любые возможные провокации в воздушном пространстве нашей страны. 24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что если будет нарушено воздушное пространство Украины военными самолетами, то украинская сторона будет действовать так же профессионально, как и турецкие военные. Дмитрий, на ваш взгляд, будет действовать так же украинская сторона в аналогичной ситуации или нет? Вы знаете, я думаю, что будет. В том случае, если речь будет идти именно о военных самолетах Российской Федерации Турецкая сторона на самом деле тоже так начала действовать не с первого раза И этот самолет, который залетел, он был тоже не первый? Недалеко не первый, да. Поэтому тут говорить о том, что Эрдоган, вот смотрите, какой жесткий Только россияне залетели, сразу же сбили, то есть тут тоже не приходится Поэтому я думаю, но определенную точку невозврата в отношениях с Российской Федерацией мы прошли, поэтому удивляться этому не стоит На ваш взгляд, вот эта точка невозврата, она, знаете, она такая вот правительственная точка Ну, к примеру, да, то есть вот меняется правительство, да, там, не знаю, правительство Ирициняка, там, или приходит другой президент в результате выборов в Украине И это все по-другому переигрывается Или это точка невозврата уже такая, которая, ну, вот просто-напросто народам не будет передена уже там никогда Вот как раз-то наоборот, да, вы правильно сказали Как раз это точка невозврата народа То есть тут, ну, о чем говорить У нас как раз получается так, что общество и народ зреют быстрее, чем правительство по многим вопросам И чему свидетельством было и волонтерское, и добровольческое движение И долгое раскачивание правительства Чему, опять же, свидетельством было то, что защита информационного пространства Именно усилиями социальной журналистики Усилиями журналистов, которые были, там, остались мобилизованными, так сказать, с Майдана Да, усилиями журналистов, не журналистов, а людей из государственных органов Но отнюдь не государственного механизма Так что тут приблизительно та же самая ситуация Но у нас все-таки общество определяет Поэтому правительству просто и деваться будет некуда То есть точка невозврата у нас цивилизационная и ментальная Понятно, хорошо Значит, напомню нашим телезрителям, что прямое авиационное сообщение Между Украиной и Российской Федерацией было остановлено с 25 октября То есть уже месяц прошел Позже, в ответ на необоснованные действия Росавиации, государственная авиационная служба Украины Приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и Российской Федерацией С 25 октября 2015 года Ну а завтрашнего дня вступит в силу запрет То есть 26 ноября запрет на пролет российских самолетов Здесь речь не идет уже не только о военных, но и о гражданских самолетах На территории Украины Я так понимаю, что это во многом связано с тем, что не только с авиакатастрофами, которые были С сбитием российского самолета на территории Турции Но также связано и с тем, что аэропорты Симферополь И Севастопольский этот аэропорт Бельбек Куда продолжают летать российские самолеты И Украина до сих пор ничего не может с этим сделать Это значительный мир Но я могу опять же сказать, что это в конце концов ответ Если так подходить эзотерически Это ответ на запрос общества, который был уже давно А с точки зрения таких прямых каких-то причин Да, это конечно то, что происходит с Крымом То есть с полетами российских авиакомпаний в Крым Это непосредственная причина Дмитрий, скажите пожалуйста Почему вот на ваш взгляд так долго наши власти что-то Власть сейчас все имею в виду И законодательная, исполнительная, да и судебная тоже на самом деле Почему они так долго принимают решения? Например, пока не происходит падение линии Высоковольтных этих опор линий электропередач Не происходит, знаете, заседание кабинета министров экстренного Украины На котором там Арсений Петрович и Ценюк говорит Что ай-яй-яй, все мы прекращаем торговую поставку товаров Уже на основании решения кабинета министров в Крым Арсен Аваков выступает, говорит Что давайте вообще мы как бы не будем больше поставлять электроэнергию в Крым Почему на ваш взгляд, вот действительно, а с момента начала оккупации Крыма Прошло уже один год и девять месяцев Почему так долго все это происходит? Ну вот я как раз думаю, что то, о чем мы сами начинали О том, что общество оказалось более зрелым по сравнению с правительством То есть даже не столько с правительством То есть с государственными институтами, вообще с такой философией власти Ну и опять же, можно говорить, я думаю, о том, что до конца у нас не произошло все-таки реформ То есть не произошло реформирование И вот этот вот круз прошлого, он давлеет над очень многими людьми Над очень многими чиновниками, над вполне конкретными людьми Которые, скажем так, люди никуда не делись Которые до сих пор считают, что имеют отношение с братской страной Или может даже есть свои какие-то финансовые интересы Связанные с торговлей с оккупированными территориями Так что, ну видите, ну общество, в общем, давление общества есть Опять же, есть изменения философии власти То есть даже у премьер-министра и в некоторых министерствах Поэтому все-таки вот такие шаги по жестке по отношению к Российской Федерации Они неизбежны и неотвратимы То есть это будет Скажите, Дмитрий, а вот то, что сейчас фактически Я не знаю, ну можно так выразиться Мяч на стороне, на поле у премьер-министра Да, вот в отношении Крыма То есть это по большому счету ведь Занимался всеми этими вещами И на внешнем уровне, да На уровне межгосударственных отношений президенты Ну и люди президенты А сейчас Крымом фактически начинает заниматься премьер-министр Который раньше тем не занимался Да, то есть это что говорит? О чем это может говорить? О том, что как бы премьер-министр И его политическая сила, которую растеряли там много процентов Теперь снова как бы пытаются вернуться в такую большую политику Как там отдельная политическая сила Оседлав вот эту тему Вы знаете, я думаю, ну причина, наверное, все-таки в другом Причина в том, что, ну, во-первых, у нас все-таки президент По конституции Это тот, да, ветвь власти Которая должна заниматься внешней политикой Произошло, в общем, в конце концов То, что и должно было произойти Потому что есть, ну, по моему мнению, да То есть в Крымском кризисе, в Донбасском Ну, в войне, это на Донбассе Стратегия, которую президент определяет, да Она есть, она существует Нельзя говорить, что ее нету То есть вот сейчас По-моему, можно говорить, что нет стратегии у нас Я думаю, что давайте так Может, если не стратегия, есть видение То есть есть конкретные шаги, которые там делаются Вот, но Почему вы можете говорить о том, что стратегия нет? Потому что в конце концов Произошло вот это вот наполнение Вот этого видения конкретными действиями То есть И не со стороны государства Ну, вначале не со стороны государства Да, почему-то Опять возвращаемся к чему С чего начинали А со стороны как раз Такого исполнительного органа То есть премьер-министра, правительства Вот оно То есть, в принципе Как по мне, это, в общем-то Свидетельствует о том, что Произошло Наконец-то все начало укладываться В какую-то такую Ну, в одну магистральную линию Хорошо Значит, смотрите Магистральную линию Поскольку в одной из магистральных линий Которая поставляет электроэнергию в Крым Является линия Каховка-Титан И эта линия будет, кстати Восстановлена одной из первых Согласно договоренности Вот сегодня На На границе между Крымом и Херсонской областью Как раз начался монтаж проводов На этих, на новых установленных Электроопорах Активисты подчеркивают Они будут следить за тем Чтобы энергетики Придерживались договоренности И пока до, значит Выполнение условий Не пускали электричество в Крым Значит, покажите, пожалуйста Это небольшое видео Значит, прошло нормально Никто не приезжал Ничего не делалось ночью Ну и опять же Надо быть идиотом Потому что, как вы видите Сейчас уже подсохло Ну, 10 метров проходишь И 5 килограмм на каждой ноге грязи Ночью Это Просто нереально было Что-то делать Мы здесь будем дежурить И смотреть за тем Чтобы не пустили электроэнергию Предателям Родины Сепаратистам И русским военным Ну, вот так Линии электропередач Сами вышки уже стоят Да Провода пока еще Не натянуты Значит, и Почему мы вспомнили Про Титан Потому что Крымский Титан Завод, который принадлежит Государству Ну, вот этот господин Читает это предприятие своим Это господин Фирташ Значит Дмитрий Фирташ Намерен на следующей неделе Вернуться в Украину Об этом сообщил Пресс-секретарь Дмитрия Фирташа В комментарии Такому Авторитетнейшему Значит Ну, назовем это Изданием Да Дойче Велле По словам Пресс-секретаря 2 декабря Фирташ Примет участие В съезде Федерации Работодателей Которую возглавляют А вот это О чем говорит? Это говорит о том Что господин Фирташ Занервничали То есть И пытаются То есть нужно Личное присутствие? Да, я думаю Что да Он надеется Что и личным присутствием Он решит этот вопрос То есть Поставок Электроэнергии На полуостров То есть Я думаю Это свидетельствует Только об этом То есть Все-таки Здесь есть Какая-то связь Между поставками В Крым Электроэнергии И приездом 2 декабря Самая прямая Да, конечно Потому что Иначе Ему Федерация Работодателей Скажем так Это Не сильно Интересно Ну как же Слушайте Это же Такая-такая Важная вообще Да, ну да Конечно важно Ну да Не будем Да, не будем Говорить плохо О Фирташ Подумаем Наверное Что Но я думаю Что на самом деле Господин Фирташ Как человек Привыкший Решать вопрос Именно решать Вопросы То он Рассчитывает Решить их И сейчас Именно своим личным присутствием Я думаю Что это будет Именно так Понятно Значит хорошо Еще об одной теме Кроме Фирташа Фирташ Который Напомню Ну это Пресс-секретарь Его заявил 2 декабря Может приехать в Украину А сегодня Есть очень интересное Сообщение Значит я бы хотел Чтобы мы Знаете Посмотрели У нас есть видео Господина Демчишина Нет Ну хорошо Ладно Тогда Просто Господин Демчишин На своей пресс-конференции Говорил Буквально Следую Я цитату Практически дословно Я дам Что торговать Электричеством С Крымом Было выгодно Экономически выгодно Причем Делал это он на фоне У него было на заднике Написано там Освободите Сенцова Человека которого Арестовали В Крыму Сенцова Украинского гражданина А также арестовали Кольченко Афанасьева И Черния Значит Господин Демчишин Выступая на этом фоне Говорит что Торговать С оккупантами Выгодно Значит А сегодня В Российской Федерации В отношении Веры Савченко Которую также требуют Освободить Участники Блокады Извините Боже упаси В общем Как бы Вера Савченко Еще не арестована Да и надеюсь Не будет арестована Значит Арестована Ее сестра Надежда Савченко А Вера Савченко Ее сестра Так вот Сегодня В Российской Федерации В отношении Веры Савченко Возбуждено Уголовное дело Об этом В своем твиттере Написал Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин В документе Который обнародовал Правозащитник Сказано Что Савченко Выражала Явное непочтение К суду И судебной власти Российской Федерации И своими словами Оскорбила Председательствующего В суде Это и стало Поводом Для возбуждения Уголовного производства Зачем вам это надо? Ну вот Очень простой вопрос Зачем? Ну Вот это зачем? Есть уже дело Надежды Савченко Громкое Показательное Тут-то какие Можно баллы На этом заработать? Вы знаете Я думаю Что Не надо искать Зачем В российской Судебной системе В российской Следственной системе По большому счету Как по мне Это свидетельство Определенного Определенного Рода бессилия И такого Ну как Логичного Да Или Ответа Который В общем-то Ну Это все Что можно В данный момент Сделать Как Видите Российская Федерация Ну по моему мнению Она привыкла Полагаться настолько На свою вот Грубую силу Что И опять же Гибридные действия Что Оказывается Не готова К таким Гибридным действиям Со стороны Украины И в результате Потом Возникают Вот такие Непонятные Вещи Что Сидящие Да Там Даже Окололиберальные На зарплате Товарищи Там Эксперты Вроде Маркедонова После того Как это Когда произошло Объявили Юценюка Чеченским Боевиком Да То есть Они уже Бедные Там Изворачиваются Пытаются Как-то Объяснить Говорить Зачем Мы это Делаем То есть Но Это необъяснимо Это абсолютно Те вещи Которые Свидетельствуют О том Что Нервничают Занервничали И не готовы К таким Гибридным действиям Со стороны Украины Так смотрите Они не готовы Не только Не к гибридным Они и к реальным Ответным шагам Не готовы Например То же самое Турция Да Конечно И сбитие самолета Хорошо Скажите мне Пожалуйста На ваш взгляд Значит Одно из требований Вот этой гражданской блокады Крыма Это освобождение Политических заключенных И не только Крымских татар Не только Дигерменджи Яхты Мочегоза Но также И Савченко Кольченко Афанасьева Скажите пожалуйста На ваш взгляд Российская федерация Она пойдет Вот на такое освобождение Или нет Я думаю что нет Потому что Ну Есть ряд причин Да Одна из главных причин По моему Глубому мнению Это то что Ну Абсолютно Там Аморальность Власти В этом плане То есть Во главу угла Не ставится человек В российской федерации Поэтому Свои не ставятся А чужие уж так тем более То есть опять же Несмотря на то что Телевизор в России Может объяснить все Для своего населения Да Эти вещи он объяснить Наверное не сможет Вот А потом опять же Не будем Почему мы отпустили Эти люди Ну отпустили Да Я думаю что Тут это Ну скажем так Легче Легче оставлять Ну и еще один момент Все таки Не надо воспринимать Да Москву Как что-то Вот такое Единое Монолитное Целое В Кремле Несколько башен И в какой башне Думают То есть Вот это Мы Согласованность Действий Между ветвями Власти И между Правоохранительных Так называемых Органах Российской Федерации Оно тоже Не стоит преувеличивать Возможности Нет я понимаю Конечно что Это не может быть Такая машина Тем более что Это машина Да которая Абсолютно Начала работать Заглотила И будет работать Будет продолжать Но это не значит Что так Что не следует Выдвигать эти требования Хорошо А каким образом Тогда можно освободить Людей которые Невинно там находятся Но арестованы Теперь уже там Ну Вчера объявили Что значит Сенцову 20 лет Так и оставили приговор Да Кольченко оставили 10 лет приговор Ну то есть Вот каким образом Украина может Своих граждан Освободить Я думаю что Ну Так это Если Пессимистический прогноз То Они будут освобождены Не тогда там Когда в Российской Федерации Поменяется режим А тогда когда Российская Федерация Распадется Кто что не говорил Тоже тенденция К этому есть Но Скорее Ну все таки Нужно Украине Заниматься давлением На уровне Международных структур Продолжать Причем Любое давление Любое напоминание Вот это Это все то Что можно сделать Митрий А скажите пожалуйста Почему на ваш взгляд Украина до сих пор Не требует Знаете Созыва Там Неминских соглашений Где за один стол Усаживают бывших президентов Украины Там с какими-то Бармалеями А Большой конференции По ситуации в Украине С участием России На официальном уровне Например Да Конференции В которой бы обсуждалось Будущее Крыма Да Каким образом Вообще Российская Федерация Собирается его Возвращать в Украину Например Я думаю Что Как раз Все сейчас К этому подошло Почему Потому что Ну Смотрите У нас Есть заявления Чубарова Определенные Есть Заявления Которые Как пробные Такие О том Что Минский формат Себя исчерпал Заявления Ну С самого начала Да Вы в Минске 2 Говорили о том Что Все таки Формат Необходимо расширять Переговорный Я думаю Что На самом деле Есть эти планы И Ну Как минимум Формат будет изменен В январе месяце По всяком случае Не изменен Во всяком случае Инициатива Украинская Официальная Будет Произвучить Что будет там Рассматриваться Вопрос уже и Крыма Я думаю Что да Потому что Вот Заявление Чубарова Об этом свидетельствует Однозначно Спасибо Дмитрий Левусь Политолог Был гостем нашей студии Напомню Сегодня мы говорили Про самые разные вещи О том Что возвращается Дмитрий Фирташ И как это связано С заводом Крымские Титаны А также с прекращением Поставок Электричества На полуостров Из Украины Оставайтесь с нами На канале Черноморская телерадиокомпания Радиокомпания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин